Друзья, всем привет! Вы на канале Мой Сад, Моя Гордость и с вами Елена. Сегодня у нас уже 15 июля. Я хотела сделать обзор сада своего, что распускается вот у нас. Смотрите, здесь у меня достаточно такой карликовый мелкоцветковый флокс многолетний. Кстати, очень-очень долго цветет. Пытаясь его размножить, на будущий год еще хочу поделить его уже. Вот такой он красавец. По сравнению с другими флоксами цветет очень долго. Вот, потихоньку начали разрастаться колеусы. Здесь вчера я маленько навела порядок, обстригла, потому что заросло уже окно девичьим виноградом, что окна просто не видно было. Маленько навела порядок. Чуть-чуть подстригла сирень. Ну и вот уже зацветают лилии. Лилии я, кстати, свои не выкапываю, хотя надо выкапывать. Но у меня, честно говоря, друзья, времени совершенно не хватает выкапывать лилии. Да, где-то они мельчают, где-то исчезают, но я с каждым годом покупаю. То есть вот так. И хочу сказать, что разочаровалась в этих гибридах, конечно. Сколько бы я их не покупала, на будущий год они просто не всходят, не просыпаются. То ли их надо выкапывать и хранить в подполе. В общем, сказала, что больше покупать гибриды я не буду. То есть вот так вот у нас уже вечер. Специально вечером снимаю ролик, чтобы показать. Потому что вечером все-таки краски намного насыщеннее, нежели днем, когда яркое солнце. Ну и вот про эту розу я вам уже говорила, что очень много слепых побегов. Но роза, конечно, шикарная. Просто шикарная. Вот если бы она была вся такая, конечно, цены бы этой розе просто не было. Так. Анимоны скоро зацветут. Буквально вот чуть-чуть, чуть-чуть. И вы посмотрите всю красоту анимон. Купальница. У меня сидит под гортензией. Пинг-даймон. Посмотрите, какая красота. Это пинг. Пинка-набель. Гортензия. Посмотрите. И это еще не предел, друзья. Очень красиво показывает себя. Это древовидная гортензия. Очень красивая. В ножках у нее брунерочка вот такая сидит. Красоточка. Здесь у меня тоже хосточки. Показываю хосточки. Кто спрашивал хосточки, Лена, покажите хосточки. Вот я их показываю вам, какие хосточки у меня есть. Вот сюда я высадила свой папоротник, как заходить в беседку. То есть вот сюда. Здесь как раз ему будет тенечек такой. И будет чувствовать себя хорошо. Фуксии. Фуксии у меня сейчас все на улице. Потом на зиму я их забираю. Ну, в беседке, конечно, бардак. Рабочий процесс. Все там занимаюсь. Так. Вот когда были проливные дожди, конечно, гортензия древовидная. Пинконнабель. Все-таки головки у нее поникли. Как бы я там не подвязывала, все равно поникли. Но шапки достаточно большие, крупные. Посмотрите, как хорошо смотрится пинк. Ой, стронканабель. Так. Там у меня лобилия в кувшине сидит. Кустовая. Компанела. Вот хосточки. Посмотрите, как смотрится жемчужина махровая. Так. С тысячелистником очень красиво сочетается. С желтым тысячелистником. Ну и посмотрите, как распустился мой красавец флокс, про который я говорила. То есть я его очень люблю. Он мне очень-очень нравится. Такой яркий, красивый. Посмотрите. Просто шикарный. Ну, вообще, все цветочки красивые по-своему. Поэтому здесь он у меня сидит. Считайте, на переднем плане. Вот этот флокс. Посмотрите, жемчужина. Огромный-огромный шар. Все-таки хочу подойти вам поближе, показать. Тысячелистник. И вот эта вот жемчужина махровая. Папортник. Вот этот зеленый папортник садовый. Он прекрасно чувствует на солнышке тоже. Нежели вот который я приобрела себе с темным листом, с бордовым. Начинает зацветать хризантема Анастасия. Тоже цветет очень-очень долго. И, кстати, очень неприхотливая хризантема в наших условиях в Сибири. Отсчиток, посмотрите. Шикарный будет бордовый лист, малиновые цветы. Но это уже ближе. Это, наверное, в августе, скорее всего, он будет зацветать. Бергамот. В композиции с лилиями. Вот сюда я посадила свою красотку. Одну и вторую. То, что я приобрела. Косточки. Вот на это место я их посадила. Нашла я им место применения. Бергамот красный. Сиреневый. Сиреневый пониже маленько идет. Бергамот. Ну и, конечно, коралловый. Очень красиво цветет. Листочки можно в чай заваривать. То есть... Вот такой красивый. Алисум сноупринс. Питуняшки. Это вот самые обычные лилии. Самые неприхотливые. Мне они очень нравятся. Такие веселенькие. Ёжик. Какой красивый клематис. Очень красивый. Первый год он у меня зацвел. Ну, про эту розочку я говорила. История этой розочки. То есть магазина и с горшочкой с маленького. Вот сюда высадила. И она прекрасно перезимовала. И показывает себя во всей своей краске. И я, посмотря на эту розу, что она у меня сохранилась. Купила вот такую розу. Посмотрите. Такой ярко-оранжевый цвет. Кстати, камера не передает. Вот эту малышку я купила в магазине Ашан. Тоже в маленьком горшочке. Высадила вот такая вот красоточка. Я думаю, что она тоже сохранится. Так. Вот эта тоже мне очень нравится розочка. Наполнение, конечно, не очень. Но цветет обильно. Цветет обильно. Кэмари. Флорибунда. Скоро зацветет. Тоже красивая розочка. Ред Берлин. Ну вот. Начинает отцветать уже Эремурус. Но пчелы, конечно, до сих пор. Смотрите. Пчелы, шмели. Так они его прям обожают. Обалденно пахнет. Прекрасный медонос. Вот, посмотрите, розочка. Название которой я не знаю. Но очень крупное. Очень крупное. Цветки держатся достаточно долго. Такая она, знаете, как пионовидная. Розочка эта давно у меня уже. До сих пор еще радует балеринка. Хотя уже столько времени прошло. Видите, она все равно еще процветает. Вот мой муж снимает меня. Как я снимаю свой ролик. Так. Посмотрите. Вероника. Очень долго цветет. Такие солдатики красивые. На будущий год. Постараюсь ее еще поделить. Еще в другое место посадить. Очень она мне понравилась. Так. Гортензия Lime Light. Набрала соцветия White Lady. У меня даже в малине и то сидят лилии. Посмотрите, друзья. Здесь у меня ряд флоксов вдоль забора соседского. Хочу которые повторяются флоксы все-таки оставить по кусту. Остальное убрать за где-нибудь в палисадник или за палисадник. То есть все-таки что-то хочется новое посадить. Вот. Ну и конечно зацветают ромашки. Это ромашка средняя. Это ромашка гигант. Посмотрите какая прелесть. Вот такой вот уже огромный шикарный куст. Рядом с эреморосом рядом с розой. Сюда я поставила горшок тоже применила вот так с алисом. алисом. Так. Здесь в ножках я высадила колеусы. Это Женечка мне присылала с Белгородской области. Вот. Ну пока еще не разрослись но тоже очень красивые колеусы. Вот. Постараюсь их сохранить. Так. это у нас гортензия Литл Блоссом. То есть вот такая она кстати не очень высокая гортензия и она очень очень мне нравится. Сама нежнятина просто как зацветет друзья обязательно вам покажу. Посмотрите как смотрится красавицы лилии. Они у меня везде помаленьку но везде здесь в прошлом году я сеяла купальницу Таня мне присылала семена очень красивая купальница очень красивая сеяла ее дома в домашних условиях не взошла вот эту вот купальницу я сеяла под зиму под зиму и посмотрите она лесом взошла на будущий год весной я буду откапывать сажать по горшочкам ну естественно себе пару кустов сделаю остальное я думаю что у меня разберут потому что я знаю что эта купальница просто шикарная так что-то я вам хотела друзья показать сегодня здесь наводила порядок и морозник друзья вот такой вот у меня их несколько видов морозника и что я увидела посмотрите морозник набирает цвет я сама была удивлена набирает цвет обязательно покажу цветочек так ну и конечно красавица гипсофила посмотрите это махровая гипсофила распускается посмотрите такие белые шары мелкая гипсофила очень ажурно смотрится в букетах еще рядом с лилиями посмотрите как это все сочетается сочетается просто прекрасно красиво но и на подходе на подходе розовый фламинго друзья посмотрите гипсофила розовый фламинго тоже мне очень нравится это гипсофила шикарно смотрится махровая ну и посмотрите у нас правда как комочки смотрите очень красиво нежно не могу показать вот эту красоту пройти мимо лилии аромат стоит просто не передать просто не передать друзья мои так вот тоже красивая лилия распустится обязательно вам ее покажу все друзья что хотела показать вам распускается клемат из тайга посмотрите думала что он вообще у меня не вылезет но проснулся красавец проснулся начал распускаться очень красивый махровый вот здесь я прикопала еще попробую посмотрим что получится ну и взяла конечно еще несколько череночков дай бог чтобы покоренились очень красиво если на следующий год он у меня выживет то придется вот здесь у меня три куста получается вот этого белого клематиса один придется выкопать потому что но чтоб не забил вот этот клематис да тайгу то есть придется одним кустом все-таки выкопать и куда-то его пересадить а места нет друзья посмотрите тоже какая красотка просто красотка вот посмотрите а как они смотрятся в букете да с гипсофилой очень красиво но мне жалко друзья срезать их ставить букет я люблю любоваться в саду у себя в саду вот такой красотой до сих пор показывает себя клематис кустовой колокольчик я вам говорила да что отцвевшие я убираю из пазух выходят новые цветоносы распускаются очень долго цветет здесь тоже мелкая гипсофила у меня получается раз-два еще в другом месте куст даже вот эти саранки они тоже красивые согласитесь вроде бы обычные еще бабушкины сорта но я их люблю здесь у меня тоже флоксы и клематис майдарлинг что-то в этом году он в прошлом году он хоть несколько цветков выдал красивых в этом году но посмотрим еще конечно не предел я думаю что покажет свое так очень шикарная роза я очень ее люблю взяла в этом году череночки дай бог чтобы укоренились потому что начали спрашивать у меня про эту розочку она цветет просто бесконечно бесконечное цветение у этой розы клематис мультиблу друзья ну конечно очень плохо видно очень плохо видно все таки солнышко надо наверное рано утром посмотрите вот такой ажур начинает распускаться сейчас я отойду подальше нет солнца солнце 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 отсвечивает василисник василисник колокольчик друзья это просто не передать и это только только начало друзья мои высота уже этого василисника где-то два с половиной метра листовой пластины практически нет не мешает не забивает сочетание с другими цветами смотрится очень красиво посмотрите ну какая нежнятина очень красиво ну и также начинает распускаться василисник белый колокольчик посмотрите только только начало раскрываться покажет себя очень красиво и вот с одной веточки с одной дудочки да будет красивое белое облако которое цветет на протяжении очень долго друзья чуть ли не до снега по сравнению сравнивать если сравнивать с гипсофилой то василисники конечно устойчивее василисники махровые я вам говорила да что они зацветают позже всех вот позже всех видите еще только только они набирают так клематис нелли мозер смотрите какие огромные цветы просто шикарные скоро он весь зацветет и будет красиво друзья просто красиво посмотрите отойду вот так вот красавица посмотрите какая лапочка так не могу показать вам вот этот клематис Эрнест Мартхем посмотрите какая мощь просто и я вам говорила что он себя проявит в этом году вообще на все сто если он в прошлом году себя проявил в этом году нам пришлось мастерить вот такую арку самоделочную потому что ну наверное уже метра три три с половиной он уже себя выдал вот этот клематис конечно обалденный обалденный рядом клематис честно говоря еще не загугливала безымяшка у меня но посмотрите какое цветение обалденно это я в прошлом году купила его посадила тоже женщина говорит что Лена я не знаю название надо загуглить узнать но посмотрите у него нет просто места зелени вообще не видно смотрите какая красота в этом году я его начеренковала загугли узнаю обязательно что за название цветочки четырехлепестковые вот такие вот не сильно крупные но хочу сказать что просто шикарно это просто шикарно ну и как же без моих ромашек без моих любимых ромашек снегурочка и плюшевый мишка посмотрите какая прелесть это просто прелесть вот эту ромашку которую я приобрела посадила тоже рядышком здесь у меня тоже василисник махровый вот так выглядит сейчас гортензия вимс ред посмотрите красотка какая так ну пойдемте дальше вот эту ромашку посадила я вот здесь которую я купила вот эту лимонную ромашку ближе к бордюру рядом с гортензией гортензия 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 бабушка девочка посмотрите вся она на бутончиках горшочках вот так я ее высадила у меня у меня у меня сейчас очень много гортензии в горшках низкорослых ну и посмотрите как распускаются лилии распустились вот эти тоже покупала я вот эти с краплениями они такие достаточно высокие крупные красивые гортензия полярный медведь тоже скоро себя проявит вот эта гортензия по-моему фестиваль что ли называется как-то так я ее почему-то не пометила надо пометить вот здесь красотка у меня шугараж гортензия сюда высадила я в горшок фантом потом пересажу его найду место здесь у меня тоже самарская лидия не могу пройти мимо вот этой лилии посмотрите красотка распустилась какая красивая отойду подальше чтобы вам было видно это просто красотка так здесь у меня гортензия так офф пинг тоже низкорослая гортензия но я думаю что зацветет посмотрим фрейс мельба гортензия так здесь у меня white lady набрала соцветия гортензия на заднем плане гортензия гортензия magical starlight гортензия киуша смотрите какие луки какая красота листочки я оборвала потому что они желтые стали некрасивые оборвала но вот эти луки конечно это очень красиво по сравнению вот которые весной у меня цвету да ранее луки этот вообще просто не жнятина такой комочек будем размножать вот тоже лилии посмотрите какие они прелестные девочки так еще хотела вам друзья показать купила я вчера клематис колокольчик клематис называется сказка очень красивый мне понравился это из княжиков сибирских из княжиков называется сказка он не махровый то есть но он до того яркий до того синий обязательно покажу когда он распустится обязательно вот сюда я его посадила так абрахандерми розочка овида дэвида остина квин овсиден смотрите как розочка уже разрослась и можно еще брать череночки так вот так все уже цветет пахнет очень красиво вот такие вот краски вечером василисник обалденный ну здесь у меня по бордюрчику посажены лобелия кустовая синяя скоро зацветут хризантема в горшках фаер огонь гортензия посмотрите красотка как она будет меняться у вас просто на глазах друзья мои ну и розочка про которую я легенда да из светофора посмотрите какая она красотка и вот она цветет и цветет и цветет вот и возьмите в светофоре да и вот такая красотка нисколько не пожалела так здесь у меня посажены астры гортензия инвизибл тоже очень красивая скоро распустятся сортовые тоже флоксы в прошлом году я покупала обязательно вам покажу как они цветут там у меня тоже ромашки гигант под яблоней сидят полукультурка зацветет скоро аконит вот здесь у меня сидит синими цветами Олечка мне моя подписчица подарила так а это у меня так поскольник посмотрите набрал цвет мне он тоже очень нравится очень ажурно смотрится обязательно вам покажу ну а там у меня уголок темный толком конечно ничего не растет но я там выставляю свои саженцы чтобы они сильно не жарились не парились я имею ввиду на солнышке ну там у меня смородина так ромашки еще сидят вот эту красотку я высадила вот сюда тоже на передний план к бордюру чтобы ее было видно вот этот василисник у меня из новинок в прошлом году я посадила его обязательно покажу как он светет тоже очень нежно очень красиво друзья мои нежно нежно вейгела вот такая с варегатным листом красотка розовыми цветами цветет вот эту в прошлом году я лилию покупала покажу обязательно как она цветет но очень красиво дельфиниум новозеландский очень крупный красивый эхиноцея по-моему то ли белая то ли желтая ну в общем посмотрим что распустится не могу вспомнить дельфиниум уже от тяжести дождей конечно но еще показывает себя очень красивый дельфиниум после отцветения я обрезаю свои дельфиниумы они потом начинают заново вылазить заново вылазить и у них получается второе цветение вот смотрите вот здесь у меня сидел синий дельфиниум я его обрезала и вот пожалуйста новый прирост пошел то есть они тоже зацветут повторно вот здесь у меня тоже сидит гипсофила должна быть тоже меленькая красотка моя одна тоже из любимых моих ромашек хаер старберст гортензия посмотрите начинает распускаться вся та она махрушечка будет такая девочка красоточка кузя привет скажи здравствуйте друзья вот небольшой вам такой ролик честно говорю я радуюсь каждому цветочку каждому листочку бегу каждое утро смотрю что у меня новая распустилась это надо любить это надо быть цветанутым друзья чтобы вот хиноцея крупная розовая обалденно красивая только только начинает распускаться листики у нее распускаются достаточно крупные покажу вам обязательно еще раз вам показываю василисник очень плохо видно вечером видите надо будет то ли рано утром вам показать но он только только начинает раскрываться это еще не предел это только самое начало вот такие вот дела так что вам еще показать потихонечку идем мне уже говорят Лена ты как вертолет бегаешь по своему саду помедленнее маленько я действительно как вертолет тоже гортензия стронка набыли у меня на заднем плане здесь вот такая вот розочка я вам показывала да очень быстро отцветает конечно но цветет на протяжении всего лета что за сорт не знаю зацвели каменные розы я думаю что георгины тоже успеет у нас процвести георгин у меня достаточно много хостомышка называется самая маленькая хосточка красавица посмотрите как цветет она здесь у меня вот такая видела уже отцвела розовыми цветами остильбы карликовые там у меня другой цвет остильбы посмотрите какая она яркая красивая она прям бордовая бордовая вот и еще у меня есть из карликовых остильб завязался виноград у нас надо будет на будущий год что-то другое делать потому что вот этой шпалеры мне просто не хватает надо бы либо ее карнизу идти чтобы она двигалась виноград виноград потому что места не хватает винограду ну и вот да кузечка кузя кружит возле меня в общем друзья мои кому понравился мой ролик ставьте лайки конечно же нажимайте на колокольчик всем вам хорошего настроения тепла добра и хочу пожелать здоровья вам и здоровья вашим растениям в вашем саду и до новых встреч пока-пока